День России и День города. 12 июня соровчане отмечают два праздника. Как справиться с летней жарой и избежать теплового удара? Советы специалистов. Читатель года 2019. Соровчан приглашают к участию в городском конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. 12 июня вся страна отмечает День России. В честь праздника для горожан на нескольких площадках подготовили обширную развлекательную программу. Несколько лет подряд 12 июня соровчане отмечают и День города. О том, как прошли праздники, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. А пока наша съемочная группа выясняла, за что соровчане любят свой город. Два знаменательных праздника в один день. 12 июня соровчане отмечают и День России, и День города. Отличная солнечная погода и хорошее настроение. Это ли не повод провести это время в кругу близких и друзей? А за что же соровчане любят свой родной город? Пойдемте узнаем. За зелень. Все. Маленький, удобный, зеленый, чистый. Защищенный даже. Вот то, что ограда есть, это тоже. Какие достопримечательности сорову вам нравятся больше всего? Конечно, Серафим Саровский. За что вы любите соров? Ну, скорее всего, надо за его красоту, чистоту, которая поддерживает его. Ну, и за его господиемство. Чисто, аккуратно. Люди вежливые, культурные. Все аккуратно, у нас все хорошо. А я желаю горожанам в каждом деле успешности, в каждом слове искренности, в каждом взгляде внимания, в сердце любви и радости, а в жизни счастья и процветания. Вот пообщаешься с такими позитивными людьми, и сразу настроение поднимается. Город у нас классный? Ну, да. А чем он вам нравится? Ребенка, наверное, да, спокойно воспитывать? Ну, да, не страшно. Безопасный город. Очень нравится, тихо с детства. А за что вы любите соров? Ниже куда сходить, чтобы смотреть. Ну, а праздничное настроение сегодня не только у жителей нашего города, но и работники Ганала 16 тоже не отстают. Вот для того, чтобы сделать такой интересный кадр, оператор канала 16 улетел буквально в небо. Не переживайте, с ним все в порядке. А за что вы любите наш замечательный соров? Соров. Знаем, красивый у вас город, и чистый, главное, чистый. Скажите, пожалуйста, а за что вы любите соров? Место моего рождения. Коренные соровчане должны любить свой город. Ну, а редакция канала 16 присоединяется к поздравлениям с Днем города. Любите наш город и берегите его. И смотрите канал 16. А с вами работала Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков. Служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Раскаленный асфальт, пыль, духота и палящее солнце. Летняя жара стала настоящим испытанием для горожан. Особенно опасен высокий температурный режим для детей и пожилых людей. В группу риска входят и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Как уберечь себя от жары и избежать солнечного удара? За ответами на эти вопросы мы обратились к специалистам. Столбики термометров давно поднялись выше плюс 30. И это только начало лета. В такую жару саровчане стараются одеваться в легкую одежду, выходить на улицу как можно раньше и пить больше прохладительных напитков. Дома фурчут, кроваёй, здесь на работе эти самые вентиляторы. Дома я имею систему кондиционирования во-вторых, в автомобиле. Точно так же стараюсь передвигаться по городу на машине с кондиционером. Постоянно принимаю душ. Хуже всего жару переносят дети, люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями. У медиков есть рекомендации, как спастись от палящего зноя и как правильно вести себя в условиях такой погоды. Какие это правила? А именно постараться не выходить на открытое солнце в период с 12 до 4 часов вечера, одеваться в одежду светлых тонов. Также специалисты рекомендуют в жару пить больше воды, надевать головные уборы и следить за своим здоровьем. При длительном пребывании на солнце могут развиться такие симптомы, как головная боль, головокружение, учащенное дыхание и сердцебиение. Всё это признаки солнечного удара. Прежде всего перенести пострадавшего в затенённое помещение, расстегнуть стесняющую одежду. Это брючный ремень, вратник рубашки, расстегнуть стесняющую одежду, приподнять головной конец, чтобы улучшить приток крови к мозгу, опрыскать лицо прохладной водой. Специалисты напоминают, спасительные в жару кондиционеры и вентиляторы могут привести к переохлаждению организма и вызвать серьёзные заболевания. Поэтому не стоит злоупотреблять их использованием. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Объявлен конкурсный отбор на национальную международную молодёжную премию «Будущее России». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет. Имеющие общественные и профессиональные достижения. Конкурс проводится в 6 этапов. Подача заявок, предварительный отбор, дистанционное отборочное тестирование, заочная образовательная программа, заочный полуфинал и очная часть. Подробную информацию можно получить на сайте росдетство.ком. Горожан приглашают принять участие в проекте «За вклад в благоустройство Сарова». Конкурс на лучшее оформление прилегающих территорий проводится среди организаций и инициативных жителей. Заявки на участие принимаются до 1 сентября в кабинете номер 422 здания администрации. К документу необходимо приложить три фотографии территории на бумажном и электронном носителях. Подведение итогов конкурса намечено на 1 декабря. Более подробная информация по телефону 97768. Начался прием работ на всероссийский конкурс с сочинений. Его участниками могут стать ученики начальных классов среднего звена и старшеклассники. Положением о конкурсе определены жанры работ. Рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. Образец оформления сочинений можно найти на сайте Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Летний читальный зал библиотеки имени Маяковского открывает свои двери 13 июня. Каждый четверг в 16.00 в городском сквере у Фонтана будут проходить познавательные встречи и мастер-классы для читателей любого возраста. История Дня России уходит в 90-е годы прошлого века. Именно 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете. Спустя ровно год в этот день прошли выборы президента нашей страны. В 94 году 12 июня была объявлена праздничным днем и отмечается уже на протяжении 25 лет. В Сарове 12 июня одновременно празднуют День России и День города. Историки спорят о том, сколько же лет Сарова на самом деле. Статус города ему был присвоен в 1954 году. А вот поселение на этом месте возникло гораздо раньше. Историки говорят, что здесь стоял город татарский Сараклыч. Затем этот город был уничтожен. И очень долгое время здесь место было пустым. Там был только лес. Затем пришли сюда монахи. Первый монах поселился в 1706 году. Ну и с этого дня мы уже считаем основание Саровской пустыни. Монастырь знаменит на весь мир прежде всего тем, что в нем служил Серафим Саровский. Помимо известных фактов о жизни святого, есть много легенд с ним связанных. Например, говорят, что к Серафиму приезжал Александр Сергеевич Пушкин и даже император Александр I. Он тяготился тем, что он якобы был убийцем своего отца. И как тогда говорили, что он не умер, а он как бы ушел в монахи. И очень тайно приезжал сюда к батюшке Серафиму. В 1927 году монастырь был закрыт, а на его месте основали детскую колонию. В годы войны на территории нашего города работал завод номер 550, где изготавливали оружейные снаряды. В 1946 году сюда прибыли ученые со всей страны, чтобы создать отечественную атомную бомбу. Тогда это место называлось просто – Конструкторское бюро 11. До 1954 года это место было очень засекречено, и впоследствии, конечно, но оно называлось по-разному. КБ-11, Объект и так далее. Москва-центр 300 – это уже позже. Первое именование нашего города – это было название Кремлев. Прежнее название – Саров – нашему городу вернули уже в 90-х годах прошлого века. Сегодня это современный город с развитой инфраструктурой, один из ведущих научных и оборонных центров России. И в этом заслуга его жителей и ветеранов, которые стояли у истоков атомного проекта, и у тех, кто живет здесь сегодня и своим трудом вносит вклад в его развитие и созидание. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. История нашего города неразрывно связана с историей страны и становлением ядерного щита России. Все меньше остается людей, которые стояли у истоков современного Сарова и развития атомной отрасли. У многих из них дома хранятся архивы, и они помнят поименно всех, кто внес посильный вклад в формирование городской инфраструктуры. Александр Филиппович помнит до мельчайших подробностей, как он вместе с своими однокурсниками впервые пересек КПП. Девять студентов Харьковского авиационного института приехали в закрытый город на преддипломную практику. Саров тогда только начал активно строиться. Дома со шпилем. Через швенник, а туда вниз, до самого озера, были деревья, сосны, березы, и там были теплицы, которые кормили через Орс, город. Проработав несколько лет в отделе перспективных разработок в НИЭФ, Александр Филиппович продолжил трудовую деятельность в горкоме партии. За 40 лет он сменил несколько должностей. Листая альбом, он вспоминает тех, с кем пришлось работать бок о бок. Общаться приходилось и с Юлием Борисовичем, и Борисом Глебовичем, и целым рядом. Лев Дмитриевич Рябьев работал. Это великие люди, это великие организаторы. Александр Филиппович отметил, что город активно развивался до перестройки. Постоянно строилось жилье, оперативно решали социальные вопросы. Самыми тяжелыми были годы реформ. Впрочем, тогда приходилось буквально выживать всей стране. Мне пришлось возглавлять комиссию. Вот в институте месяц заканчивается. Из имеющей наличие финансов комиссионно решали, кому выплатить и сколько по заявлениям. А кому, значит, мы не могли этого сделать. Александр Филиппович отмечает, что ему довелось работать с великими учеными и организаторами. Благодаря их стараниям существует наш город и Всероссийский ядерный центр. На заслуженный отдых Александр Филиппович ушел с должности главного специалиста социального развития в НИЭФ. Но и на пенсии его пытливый ум продолжает работать. Александр Филиппович много читает научно-популярную литературу и изучает вклад ученых-исследователей в развитие атомной отрасли. Елена Грицкова, Константин Астровский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. С 3 июня в нашем городе стартовал конкурс «Читатель года-2019». Его организатором выступает Центральная городская библиотека имени Маяковского. Конкурс проводится в восьми номинациях. Принять участие в нем может каждый желающий, независимо от возраста, образования и рода занятий. Победители конкурса войдут в Книгу почета Библиотеки Маяковского. Конкурс «Читатель года-2019» проводится в восьми номинациях. Победителей в шести выберет компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки. А в номинациях «Самые активные летние читатели» и «Моя любимая библиотека. Территория творчества» лучших определят читатели библиотеки. Самый активный летний читатель. Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой номинации? С этой недели у нас открывается летний читальный зал и библиотечный дворик. Нужно приходить на все мероприятия или на большинство из них и получать флайеры, закладки и различные материалы, которые будут выдаваться на этих мероприятиях. В номинации «Моя любимая библиотека. Территория творчества» читателям нужно изобразить интерьеры библиотеки, мероприятия, сотрудников или фантазии на тему будущего Маяковки. Рисунки и подделки могут быть выполнены в различных техниках. Этот конкурс проводим один раз в два года. И участие в нем могут принять все горожане в независимости от возраста, рода занятий, но те, кто является читателем библиотеки Маяковского. Работа в номинациях «Моя любимая библиотека. Территория творчества» и «Самый активный летний читатель» принимается до 14 октября в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского. Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.